В Нацбанке отрицают угрозу дефолта Украины. У Украины есть возможности пройти цикл внешних выплат безболезненно даже без программы МВФ, но в этом случае повышаются риски для экономики, утверждает Дмитрий Сологоп. В Нацбанке Украины отрицают угрозу дефолта страны в случае прекращения сотрудничества с МВФ. Об этом сказал замглавынбу Дмитрий Сологоп, сообщает РБК Украина в среду, 6 июня. По его словам, собственных резервов страны достаточно для погашения долговых обязательств, а слухи о дефолте и реструктуризации газдолга не более чем спекуляции. Если посмотреть на резервы Национального банка и сравнить их с предстоящими выплатами, то чисто математически их хватает. Разговоры про дефолт и реструктуризацию – это больше спекуляция, чем реальный сценарий, подчеркнул Сологоп. Он в очередной раз заверил в том, что у Украины есть все возможности пройти цикл внешних выплат безболезненно даже без программы фонда, однако в таком случае повышаются риски для экономики страны. Мы рассматриваем альтернативные сценарии, они разные. Если программа с МВФ не возобновится до июля, это не значит, что на следующий день все станет плохо. Мы видим, что запас прочности у экономики есть, мы видим улучшение условий внешней торговли. Речь идет скорее об ухудшении среднесрочных перспектив и о повышении чувствительности экономики к внезапным шокам, чем о неизбежных проблемах, которые ожидают уже завтра, пояснил чиновник. На вопрос о том, известны ли Сологобу случаи, когда страна проводила реструктуризацию долга перед МВФ, Сологоб ответил, что есть несколько стран, которые не платили вообще или просто разорвали отношения с МВФ. Он привел в качестве примера Зимбабве, а также Аргентину в 2001 году. Но в Украине, заверил Сологоб, сейчас вопрос так не стоит. Ранее СМИ сообщили, что МВФ якобы предупредил власти Украины о возможном срыве транша. Утверждалось, что в фонде недовольны решениями украинского правительства относительно полномочий Министерства финансов. Напомним, в 2018 году Украине предстоит выплатить по валютным долгам 7,4 миллиардов. При этом НБУ не ожидает сокращения международных резервов. По материалам сайта Ньюсгроком. Продолжение следует...